МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да. Дело в том, что дата 20 ноября связана с тем, что именно в этот день Государственный комитет обороны, председателем которого являлся Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин, принял решение о формировании алинотранспортов. И это решение было проведено в жизни. Но сразу скажем, что работы по подготовке этих подразделений начались задолго до этого решения. То есть еще в сентябре 1941 года стало ясно, что боевые действия на Крыльевском фронте приняли большой размах, протяженность фронта была большая. И нужно было осуществлять снабжение войск, которые находились на линии фронта. Но учитывая, что дорог исчезло немного, а тогда их практически не было, нужно было снабжать войска, выкуривать раненых. И, в общем-то, самым доступным транспортом, конечно, были олени. И еще в октябре 1941 года были мобилизованы первые оленные транспорты, которые находились в Мурманской области. Около 3000 оленей было направлено войска. Но этого количества было недостаточно. И поэтому было принято решение о мобилизации дополнительных контингентов оленей и оленеводов для того, чтобы пополнить войска и создать резервы. И вот 20 ноября это решение было принято. Но к этому времени уже практически и в Ненецком округе, и в Республике Коми полным ходом шло формирование вот этих вот будущих подразделений. Отбирались олени ездовые. Количество ездовых оленей было принято решение. Конечно, цифра была большая. То есть Республика Коми 4000 ездовых оленей, в Ненецком округ 6000 ездовых оленей. И тысяча оленеводов. Конечно, цифра была огромная, учитывая, что количество оленеводов было, скорее, небольшим. Поэтому направили всех, кого можно было отправить. И вот из Ненецкого округа тогда, в ноябре-декабре 1941 года, на Карельский фронт, имеется в виду на Морманское направление в первую очередь, отправилось около 7 тысяч голов оленей было отправлено и, соответственно, около 600 человек. Из них оленеводов было, наверное, только треть. Имеется в виду людей, которые были знакомы с оленеводством. Все остальные, это были в основном рыбаки, охотники, работники морского порта, просто жители Наринмара, которые по ходу дела должны были ознакомиться с этим, как говорится, транспортом. И, в общем-то, стать тем самым резервом для войск Корейского фронта. Все успешно дошли. Были большие потери оленей, да? Ну, вот сразу скажу, что у нас уходило, отсюда олени уходили пятью эшелонами. Первые три эшелона, и они находились гораздо ближе, вот когда они на тиманские эшелоны, они дошли достаточно быстро. И, в общем-то, без больших потерь. Сложнее всего уходили четвертый и пятый эшелоны. Они уходили с Большеземельской тундры и формировались они позже. И им, конечно, пришлось сложнее всего, потому что пазм еще не было, они были выбиты, им приходилось менять направление, маршрута, для того, чтобы не потерять большое количество оленей. Потери были, но они были становились небольшими, прямо скажем, то есть, в общем-то, учитывая, что руководили этими эшелонами люди очень опытные. В частности, например, четвертым эшелоном руководил Борис Владимирович Преображенский, один из крупнейших ученых в области оленеводства. И он, кстати говоря, оставил интереснейшие воспоминания об этом, успел написать об этом периоде своей жизни. Пятым эшелоном руководил Селенинов, тоже. Опытные зоотехники. Вот они, в общем-то, сумели, несмотря на такие очень сложные условия, зима была очень суровая, вот в ноябре-декабре 41-го, январе 42-го года морозы доходили до 50 градусов ночью особенно. И в этих сложнейших условиях они сумели, в общем-то, поголовье оленей сохранить и доставить его вот в места формирования будущих частей. Это в основном под Архангельском и под Нанегой. Какую роль выполняли они? Ну, вообще, вот, скажем, тогда, в 41-м году, многим виделось, что это будут такие чуть ли не кавалерийские тачанки, то есть там, чуть ли с пулеметами, что-то такого плана. Но жизнь показала, что, конечно, северное олень, он за животное неприхотливое, но это не лошадь, конечно. Задача была какая? В первую очередь, доставка грузов, боеприпасов, продовольствия и, соответственно, эвакуация раненых. Санитарная эвакуация раненых, потому что жизнь спасли они многим, наши оленеводы. И в этом отношении, вот, за годы войны цифра такая существует, они вывезли в места эвакуации раненых более 10 тысяч человек. Ну, цифра достаточно большая. Это тех, кому не спасли жизнь. Ну, вот, в частности, в свое время я встречался, еще тогда были живы участники войны, когда писалась книга «Олены армии», встречался я с Владимиром Андреевичем Тремзиным, он жил в Архангельске, и он рассказывал, как он участвовал в боях, вот в тех боях 42-го года, которые были крайне удачными для нас. И бои были столько жестокие, что он сам не заметил, как морозил ноги. И, как он сам говорил, меня спасло только то, что были вот эти эвакуации, эвакуации леневодов, его завернули в оленю шкуру, и, как он сам помнит, на огромной скорости повезли от линии фронта. И только благодаря этому ему не ампутировали ноги. Вот. Спасли ноги, он прошел всю войну, дошел практически до Чехословакии, много раз был ранен, много раз был награжден, и закончил войну, повторяю, вполне успешно, оставшись живым, прошел всю войну. Вот такие вот случаи из жизни, как бы. Но они ведь участвовали и в наступлениях, это правда? Да, в этом отношении. Ну, вот, учитывая, как бы, ситуацию на фронте, дело в том, что линия фронта не была сплошной в этом отношении, очаговые, как бы были такие высоты занимались, в основном и немцами, и нашими. Было принято решение для того, чтобы не дать немцам спокойно жить, вот осенью 42-го года была сформирована, так называемая, 31-я отдельная лыжная бригада, ее называли оленнолыжаной, оленнолыжаной, потому что в состав ее входил специально контингенты оленеводов. И значимая была какая? Они должны были уходить в глубокие тело противника и наносить удары по талам немцев, чтобы они не могли спокойно жить, чтобы они не могли перебрасывать части на другие участки фронта. И на протяжении 42-го, 43-го, 44-го годов 31-я бригада совершила 46 рейдов в глубокие тело противника. Несли большие потери, потому что, ну, вот, учитывая, что немцы сразу же организовали преследование, носили удары авиации, им приходилось, конечно, не сладко. Но бригада считалась самой боевой, и, кстати говоря, это вот единственное соединение Красной Армии, в котором воевало, ну, около 500 наших земляков. То есть вот они как бы попали туда все, концентрировав на эту группу. Ну, учитывая, что и формировали ее специально из северян, потому что условия были суровейшие. Вот еще один, как бы, из ветеранов, с которым мне пришлось беседовать, Иван Речилатов рассказывал, что, ну, вот как, говорит, уходим мы в тыл. Надо, говорит, взять языка. Вот надо взять языка. Мы добираемся, говорит, до высоты. И надо, говорит, ждать, пока вот немец этот самый отойдет в сторонку куда-нибудь. Ну, как-то, говорит, двое суток мы даже лежали, говорит, из-за почки. Пока этот немец не вылез, мы его там не скрутили, а не утащили с собой в тыл. Значит, в этом отношении тяжелые были условия. Ну, вот почему и формировали их из ненцев, коми, жителей Архангельской области, республики Коми, Мурманской области. То есть там в основном были северяне, воевали, потому что в таких условиях, как они сами понимали, представители других регионов, им просто было бы очень тяжело. То есть надо быть на морозе, постоянно на холоде. Большие, достаточно такие марши будем делать серьезные. На лыжах, на оленях. Это, конечно, надо было иметь большое терпение. Не каждого еще с ним, да. Юрий Викторович, вы еще являетесь автором книги «Оленная армия». Долго ли пришлось работать над материалом? И вот с какими интересными фактами удалось столкнуться? Ну, вообще, книга «Оленная армия», она родилась, как бы, знаете, из чего? То есть в 2009 году... Как раз нам ее принесли. Это второе издание уже, да, было первое издание еще этой книги в 2009 году. Значит, мы готовились как раз по книге памяти, готовили второе издание книги памяти. И я занимался, работал в фондах нашего окружного музея. И, в общем-то, столкнулся с тем, что совсем большое количество материалов у нас в музее, в фондах музея отложилось как раз именно вот об этой ситуации. О формировании оленяных транспортов, в отправке их на фронт, воспоминания многих людей были собраны. Дело в том, что в 70-е годы известный Ашкровед, Александр Чутунгусов, на него же покойный, к сожалению, он готовил брошюру. Вот, брошюра по каким-то причинам не вышла, материалы остались. И вот я знакомился с ним, понял, что, наверное, это какое-то такое зерно будущей книги. И, в общем-то, стали собирать материалы, в общем, стал собирать материалы, встречаться с участниками. Тогда вот еще были живы несколько человек, которые участвовали в непосредственных событиях. Очень повезло, наверное, потому что вот тот же Иван Лавертичулатов, он прошел полностью весь путь. С ноября 41-го он ушел в составе эшелонов и вернулся обратно в сентябре 46-го года с Чукотки. То есть пройдя полностью весь путь бригады. От начала и до конца. И, в общем-то, такой он был очень интересный человек, с ним было очень интересно беседовать. Я запомнил факт интересный, опять же, беседуя с ним. Он рассказывал о том, как однажды они брали немецкую высоту, и, значит, на него выскочил немецкий егерь. А немцы были очень здоровый народ, австрийцы вот здесь. Значит, говорит, метров под два ростом такой дядька. А Иван Лавертич был не великан никакой, метр шестьдесят, наверное, в лучшем случае. Мы к ним схватились. Говорит, хорошо, что была саперная лопатка. Если бы не она, то он меня, говорит, убил бы. Но, говорит, в итоге всякий его зарубил. То есть вот из таких, наверное, маленьких фактов рождалась эта книга. То есть вот мы встречались. Вообще было очень много встреч с детьми ветеранов. Многие, к сожалению, тоже уже ушли из жизни. Например, запомнил очень интересный факт. Вот я, книги он тоже есть. О том, как уходил на фронт один из, значит, оленеводов Малоземельской тундры. Он взял с собой упряжку оленей. Четыре белых оленей у него. Была лучшая упряжка. Он сказал дочери, что я вот ухожу на фронт и привезу тебе голову Гитлера. С фронта он не вернулся. Погиб в феврале 44-го года. У нас вот таких фактов очень много интересных. Воспоминания детей. О том, как уходили их отцы на фронт в 41-м году. Но, к сожалению, не все вернулись. Вот, кстати говоря, в книге удалось проследить судьбу. Ну, практически, наверное, большинство тех, кто уходил там на фронт. И 600 человек, 580, как бы, есть в книге, указано в списках. А как собирали фотографии? Ну, фотографии очень много, да. Да, вот, как бы, есть фотографии, те, которые отдавали родственники. Да, и фотографии очень интересные. Например, вот у Николая Егора Чередкова фотографию. Вот, на первом издании она, посмотрите, помещала на обложку. Вот. Он там был совсем молодой. Там ему было 19 или 20 лет, он совсем был молод еще. Значит, его фотографировали как раз тоже, видимо, для газеты, наверное, или для какого-то издания тогда, в 42-м году. Ему дали новый, значит, новый такой желтый клуб армейский и хорошую шапку. Он говорит, я ездил на оленя, потом спрашиваю, а клуб-то возвращать? Он говорит, нет, оставь себе уже, все, твое оставь. Вот, то есть вот эти фотографии, они многие были переданы, значит, родственниками, отсканированы и вот использованы в книге для качества иллюстрации. Ну, достаточно много было различных фотографий. Ну, качество разное, конечно. К сожалению, некоторые из них уже в таком печальном состоянии. Ну, вот я думаю, что благодаря книге они все-таки останутся в истории. Много русских, да, вот, бросается в глаза, что... Ну, я скажу честно, что вот второе издание, оно более полное, конечно, потому что туда удалось уже, вот, мне удалось в 14-15-м году побывать в Мурманске и собрать материалы в Мурманском областном музее. Они пошли навстречу и передали большое количество фотографий, связанных именно с оленными эшелонами, информацией, которая у них отложилась тоже в фондах музея. И там большое количество фотографий, связанных именно с оленными эшелонами, вот они все в этой книге практически присутствуют. Они достаточно так обогатились на видение всей ситуации и о том, что из себя представляли вообще олено-транспортные части. Дело в том, что они ведь в этом отношении были разные. Были армейские транспорты, они были большие, там было тысяча голов оленей, а были дивизионные, бригадные, там было 500 голов оленей. Вот это были транспортные роды, которые подчинялись командованию бригады или дивизии. И, в общем-то, на протяжении войны они использовались, ну, скажем так, на полную катушку. Здесь даже есть схема следования олено-транспортных эшелонов, можно проследить. И гравюры, это тоже... Гравюры, это вот из Мурманского областного музея, вот они там есть. Очень интересные сделаны были в то время гравюры художниками. Они тоже связаны как раз с историей наших оленных частей. И вот для мурманчан тоже страница истории, они очень ценят ее. Но вот для сравнения у нас в этом отношении, я считаю, это большой шаг вперед. У нас был поставлен памятник, сейчас около которого проводятся ежегодные митинги. Памятник у нас уникальный, второго такого в России нет. То есть в этом отношении... Это удачный памятник? Памятник удачный, дело в том, что я считаю, что очень удачная концепция. Это как раз вот то, что памятник можно подойти, он не на высоком постаменте. Можно того же оленя погладить, собаке нос потереть. В этом отношении это очень удачная концепция. Участником композиции, да? Не случайно собаки, ведь там собака находится. Да, кстати говоря, одну собаку мы нашли, вот Иван Васильевич Хозяинов, он тогда был директором музея, его дед тоже был участником боев. Он был оленеводом и служил, было такое подразделение, называлось оно «Оленен транспорт Северного флота». Он ходил без козырка, он был моряк, но вот они служили как бойцы-оленеводы. И у него сохранилась фотография его фронтовой собаки «Дружок». Вот тоже это единственное фото фронтовой лайки. Вот сохранилось оно. И, в общем-то, многие люди участвовали в создании этой книги. Собаки ведь тоже большую роль сыграли? Конечно, ведь собак оленевод как без рук. Собака – это его, скажем так, ближайший помощник. Если об оленях мы знаем, вот сколько собак? Собак трудно сказать, но я думаю, что их было много. И собак берегли, потому что хорошая оленогонная лайка – это большая ценность. Она как бы сильно помогает очень-очень оленеводу, потому что ведь олени – это животные полудикие. И в пасатях это нужно иметь очень, скажем так, ну, скажем так, большой кругозор, знания иметь. Это кажется, что просто, на самом деле, это очень сложная работа. Юрий Викторович, бросилась в глаза интересная глава. Белофинская козявка. Что это? А, дело в том, что, значит, ну, как бы вся эта история, великая честная, имела предысторию в ходе войны с Финляндией в 1939-1940 году. И на крайнем севере, вот за Полярией, тоже пошли боевые действия. Именно тогда впервые была сделана попытка сформировать первый оленный транспорт. Это было сделано в 1939 году. Значит, тогда вот как раз комдив Фролов, который командовал 14-й армией, сформировал первый оленный транспорт. Исамов, он был сформирован, он вполне успешно себя зарекомендовал. Кстати, этот опыт был использован уже вот через полтора года, когда началась Великая Честная война. Так что, в общем, все имеет свою предысторию. Понятно. Битва за Мурманск тоже там сыграла важную роль, да? Но дело в том, что ведь Мурманск это была ключевая точка на карте Крымского фронта, Карельского фронта. То есть в этом отношении мы должны понимать, что Мурманск это незамерзающий порт. В 1942 году через него шли валом, шли грузы по Ленд-Лизу. Потому что Архангельц не справлялся еще с той ролью, которая потом позже была. Немцы не зря его разбомбили потом летом 1942 года, полностью дотла уничтожили. Потому что они понимали, что через Мурманск идут танки, самолеты, техника, вооружение, грузы, все шло. И немцы, по большому счету, считали, что Мурманск они захватят очень быстро. То есть в течение каких-то считанных дней даже. План был чуть ли не 30 июня уже Мурманск взять. Ну, у них были свои расклады в этом отношении. То есть учитывая их опыт, их командный состав, который считал, что они действительно легко сумеют нанести поражение Красной Армии. Да, в общем-то, и сил-то было поровну. Если сказать честно, у немцев было две дивизии, у нас было две дивизии. А для них, которые воевали с англичанами, французами, норвежцами, поляками, казалось, что русских-то они легко разобьют. И вот как раз нашла коса на камень. То есть там шли тяжелейшие бои, но Мурманск удалось отстоять. И немцы не подошли. Кстати говоря, именно там впервые удалось остановить немецкое наступление. В ходе девочки честной войны именно там в сентябре немцы встали. Дальше не пошли. То есть, несмотря на все усилия, они дважды наступали на Мурманск, два наступления провели, оба наступления провалились. И в этом отношении Мурманск это как раз та ключевая точка, где сошлось все. Нужно было его удерживать, и на протяжении всей войны не зря Мурманск получил впоследствии название «Город-герой». Смотрите, памятник у нас создан в Ненинском округе. А как это отмечено на государственном уровне? Ну, у нас в округе у нас отмечено. То есть, это как вот именно сегодня памятная дата. Я считаю, что вот, не знаю, вот в Мурманске достаточно давно идет речь о том, чтобы, да, тоже установить памятную дату и памятник создать. Там, Саамская ассоциация работает. Но, насколько я знаю, пока у них там воссыны не там. Что-то до сих пор они, по-моему, так и не решили. Там даже было место вроде как бы определено, где быть этому памятнику. Но, по-моему, вот это было два-три года назад. Пока у них этот вопрос остался, не знаю, до какого-то очередного юбилея, наверное. А были бы участники вот олено-транспортных батальонов удостоены государственных наград? Да, конечно. Много? Ну, я скажу честно, что вот как бы в книге перечисляются, да, где там в списках есть указано. Было еще много людей, награжденных двумя-тремя орденами, да. И, в общем-то, люди, которые воевали очень доблестно, да, вот там как бы они перечисляются. Вот, например, вот среди тех, кто ушел на фронт в 1941 году, был очень такой интересный человек, Иоанн Егорович Чуркин. Вот. С 41-го года это были уже люди семейные. Люди, которые там было 25, 30, там 35 лет, уже такие пожившие, опытные, имевшие такой достаточно большой жизненный опыт. Они уже знали, ради чего воюют и знали, как воевать. То есть они, скажем так, голову под пустую подсалять не собирались. И в итоге они воевали очень успешно. И несмотря на то, что в массе своей это были бывшие учителя, бывшие рыбаки, бывшие охотники, они воевали лучше, чем не было. Те же самые немецкие егеря, которые с ними сражались на фронте в 42-м, в 43-м году, в 44-м. В рукопашную, да? Да, и в рукопашную, да, в общем, тот же Иоанн Ищуркин у него по наградным листам, только за его ордена он полностью настрелял только около 100 немцев с пулемета. Это не так просто в этом отношении. Быть пулеметчиком, да еще остаться живым и получить три ордена. Правда, один орден так он и получил. То есть его не нашел, он получил два ордена, третий орден. Так ему и не вручили бы. Почему? Он по ранению не выбыл. Ну, у нас, к сожалению, так бывало часто. Человек выбывал, наградную снижение заставался, человека награждали. Ну, а в итоге, впоследствии, вот там есть там случаи, когда некоторых награждали через 25, даже 30 лет после того, как уже война закончилась. Ордены медали находили их уже там через десятилетия. А что вот они описывают, как описывают вообще ощущения, воспоминания, когда находились в этих батальонах, какая там трила атмосфера, Юрий Викторович? Ну, вообще, у них, вот они когда описывают, да, вот все это событие, они, ну, скажем так, в эфирах, они все жили очень дружно. То есть у них не было никакой там нециональной роли из них, да. Все они были люди жили очень дружно. Они понимали, что у них одно дело, очень непростое дело, опасное дело. Они понимали, что зависит друг от друга, что ошибка одного может стоить жизни всем остальным. И в этом отношении, я скажу честно, что действительно они были советскими людьми в том понимании, которое мы их представляем, да. Вот они были настоящие советские люди, которые прошли войну, ну, скажем так, из тех 600, что ушло на фронт, ну, больше трети погибло. Больше трети погибло, две трети вернулось обратно. К сожалению, остались, наверное, там, да, ведь не всех. Да, то есть сохранили всех там, мурманске. Ну, например, в качестве, опять же, примера, да, вот, кого можно привести в пример, такая та же фигура, безусловно, героическая, да, это вот Яков Степанович Хатнадзейский, да, вот он ушел на фронт уже вместе со всеми. Он был советским работником, вот, из тех, наверное, выдвиженцев, которые в 30-е годы получили образование, закончил на Риммарском предучилище, потом работал в окрасполкоме. И вот он ушел на фронт. Ныне здесь живет его сын. Вот, и он рассказывал, как вот он до войны, он перевозил игрушки, он очень любил детей, ушел на фронт. И в числе первых он был награжден. Тогда ведь награждали, вот, 41-м, 42-м награждали очень редко людей. То есть считалось, что, ну, мы терпим поражение. И особо, как бы, ну, не играть ни за что, да. Но вот он отличился в боях первых. Это было в мае 42-го года. Тоже был пулеметчиком. И, значит, в этом, в одном из боев уничтожил около 20 немецких игрей. И был награжден медалью за боевые заслуги. Вот. Одним из первых. Кстати говоря, в газете «Нарея на выдержке» в августе 42-го года была даже статья. Боицы подразделения сержанта Арханзейского прислали письмо о том, что вот он награжден в числе первых боевой наградой. Вот. Но, к сожалению, вот его боевая биография была не такой большой. Потому что 31 января 43-го года они, как раз, пошли в рейд по тылам немцев. Вот. Захватили высоту. Значит. И тут подошли, значит, по финские пограничники. Финны в этом отношении были гораздо более опасными противниками, даже чем немцы. Потому что они хорошо знали местность. Да. Они вообще действовали очень жестко, решительно. И, значит, командиры дали сигнал на отход. Пулемет, раненых, кого могли потяжелее, погрузили на оленей и стали отходить. Вот. А легкораненые стали отходить, ну, приказали отходить самим. Вот. И вот. А Яков Ханзейский был ранен. Ну, казалось бы, тоже прыгнул бы в сани, значит, и поскакал бы. Он остался своим пулеметом, даже понимал, что нужно прикрыть его 33 человека, которые отходят, значит, дать им хотя бы там час-полтора, чтобы они могли отойти. Вот он с пулемета прикрывал их, пока, значит, его само не убили. Вот. Ну, надо сказать, что последствия бойцы, вот, 31-й бригады специально сходили вот на эту высоту и похоронили тех, кто погиб вот на этой высоте. То есть вот это вот такая была война. Война была жестокая, бескомпромиссная. Там, скажем, любая ошибка, она была чревата большими потерями. А места захоронения неизвестны наших земляков? Или это так было, как в общей семье? Ну, братские могилы существуют. Я знаю, что у нас неоднократно наши делегации нашего округа выезжали вот на... Поисковые работы, да? Да, поисковая работа ведется у нас. То есть есть мемориал 31-й бригады, он существует. Там как раз установлены, скажем так, установлены фамилии тех, кто там похоронен. В общем-то, работа ведется, и у нас как бы есть общее понимание, кто и где воевал, и кто где погиб. Учитывая, что все-таки вот сейчас у нас к услугам исследователей появились и новые сайты Министерства обороны. Архивные, да? Да, вот они как бы раскрыты, вот архивы, и, допустим, погибель людей. Ну, понятно, что у нас далеко не полная статистика, она у нас существует. И вот по наградным делам у нас, в общем-то, картина, ну, сейчас уже практически полная. Все, что есть, уже опубликовано. Больше ничего уже нет, как заявляет Министерство. Они все опубликовали, все наградные документы, которые существуют. Поэтому, действительно, вот понимание ситуации, оно как бы, по сравнению с тем, что даже было там 10 лет назад, уже совершенно другое, мы видим, как воевали, где воевали, какие потери несли. Есть взгляд с той стороны в этом отношении. Немцы тоже активно описывали, как они относились к нашим бойцам. И они, в общем-то, кстати говоря, 31-й бригаду очень уважали и побаивались ее, потому что знали, что, ну, если будет бой, то бой будет жестоким. То есть наши отступать, в общем-то, не очень любили. И в этом отношении потери внесли обе стороны большие, и немецкая, и наша. Сталинский лауреат Борис Преображенский. А, ну, да. Кто это? Борис Преображенский, это, вот я вам скажу, действительно фигура очень значимая. Это был один из крупнейших знатоков северного оленеводства. Человек, который посвятил свою жизнь изучению северных оленей, их селекции. Он работал здесь на протяжении, ну, более чем 30 лет. В Ниньском округе. Да, он с 36-го года приехал в Ниньский округ и в 60, если не ошибаюсь, в первом году уехал отсюда. Вот. И на протяжении десятилетий он занимался селекционной работой, и у него мечта была вывезти крупных красивых оленей. В общем-то, он добился этого. Вот эти потомки этих оленей до сих пор, они у нас по тундре гуляют. Вот. Кстати говоря, он действительно был сталинским урядом, потому что он получил сталинскую премию второй степени. В 1951 году его наградили этой премией вот за ту работу, которую он проводил после лекции северных оленей. Вот. Он действительно был человек очень интересный, заслуженный, прекрасно знал именно северное оленеводство. На фронт он не попал, потому что он был очень ценным специалистом, и его отправили, вот после того, как он сформировал эшелон, его отправили работать директором Шапкинского совхоза, он всю войну работал там директором. А долго собирали материал? Ну, первая книга – это год, а потом как бы еще, получается, четыре года. Это уже дополненный вариант? Это второй вариант дополненный, да. То есть там уже более полная информация, там уже уточненные какие-то факты. И я уверен, что, конечно, очень интересно было поработать в Мурманске, потому что у них большой материал тоже собрался, и в итоге удалось собрать такой очень обширный материал по истории. И представить, что эти подразделения были, если сказать, да, вот у них, допустим, тех же самых, у немцев их было немного в подразделениях, их там как бы берегли очень, потому что, учитывая, что те же самые были прекрасными проводниками, они знали территорию, когда нужно было идти, нужно было в тылы, их, конечно, брали с собой. Интересно, как-то немцы называли, да, а лентранспортные батальоны, рогатые танки или что-то такое, да? Да, там много названий было, да, там снежные танки, рогатые. Ну, кстати говоря, описывают их очень подробно. В свое время, в 1942 году на Корейском фронте побывали два выдающихся, я считаю, даже писателя. Это Евгений Петров и Константин Симонов. И они оставили достаточно большие очерки вот об этих подразделениях, описывали их, потому что, ну, это была новая страница войны. Ну, вот немцы и самы на фронте. И они очень подробно писали, очень интересно. Будучи талантливыми писателями, они очень хорошо писали. Вот в книге, опять же, все это использовано. Сколько, каким тиражом вышла книга? Ну, первая была 750, это было в 2010 году, а вторая, вот, в 2015 вышла, это на тиражом тысяча экземпляров. И где она разошлась, куда? В библиотеке? У нас в библиотеке есть, она есть и в Петербурге, и в Вологде, и в Архангельске, и в Мурманске. Вот, то есть, достаточно широко она разошлась, то есть, по всему северу она точно разошлась. Ольхардяна есть, вот, то есть, там, как бы, присутствует. Ну, я знаю, что многие покупают в качестве памяти о своих родственниках для того, чтобы, ну, память о героях войны сохранялась. Игорь Викторович, что еще не хватает Ниндзькому округу, чтобы увековечить вот подвиг героев? Есть фильм, есть книги ваши, да. Нет, я считаю, что у нас в том округе сделано многое в этом отношении, то есть, вот, на мой взгляд, мы сделали многое для того, чтобы увековечить, понимаете, вот, героев войны и рассказать об их делах и подвигах. Вот, может быть, при жизни им не досталось вот ничего, то есть, учитывая, что большинство из них умерло, ну, там, 60-е, 70-е, 80-е годы, вот, только немногие дожили, как бы, вот, там, до начала 2000-х, то есть, практически, ну, учитывая, что, действительно, многие пришли с войны, уже ранены были, и ранения были тяжелые у многих, действительно, многие вернулись, и то, что они прожили еще такую большую жизнь, воспитали детей и внуков, уже, тоже был их подвиг, вот, то есть, опять же, в книге, там, я упоминаю таких людей, как Дмитрий Попов, да, Дмитрий Попов, да, вот, он действительно пришел с войны, у него не было руки и ноги, вот, человек прошел войну, был награжден тремя орденами, получил тяжелейшее ранение, вернулся домой и совершил новый подвиг, у него родилось еще несколько детей, он воспитал, их жена рано умерла, он один испытывал этих детей, все воспитал, прекрасные люди в этом отношении, то есть, сделал еще один подвиг, да, и не зря ему потом, вот, как бы, по, наверное, итогам всей его деятельности, в 68-м году было присвоено звание, первым было присвоено звание почетный гражданин города Ленинмара, вот, первый почетный гражданин Ленинмара, то есть, вот, такие фигуры, вот, в этой книге есть, их там... Да, нам есть, чему у них получится. Есть, на кого равняться, да, то есть, я всегда, как бы, сравниваю, говорю, что, вот, смотрите, вот, человек, казалось бы, да, инвалид на костылях, и вот, дочь его вспоминал, что он приходил, он очень много встречался со школьниками, ходил, встречался, значит, в коллективы ходил, вот, он приходил домой, у него, как на костылях, подмышки были в кровь стертые, но он ходил, потому что понимал, что это нужно, вот, то есть, вот, такие люди, на такие люди можно равняться, но, как он сам говорил, он вспоминал, когда он лежал, значит, ну, действительно, он получил тяжелейшее ранение, значит, пулеметная очередь, практически в упор ему оторвало, значит, срезала ногу очередью, перебила руку, грудь полоприт, он давал, думал, что тут лежало на поле боя, стекло кровью, потом вытащили его, в итоге его, и он, значит, его увезли в госпиталь в Сочи, он там находился чуть ли не полгода, и он находился в тяжелейшей депрессии, потому что, вот, представляете, человек только что был здоровый, и весь этот здесь шичен, изувечен, и, как он сам вспоминал, пришла мать Николая Островского, автора знаменитой книги «Как заглялся в сталь», и стал рассказывать им про своего сына, он подумал, у меня зрение-то есть, я ходить-то могу, что ж я падаю духом-то, и в итоге вот эта встреча, он сыграл свою роль, да, вот он всю жизнь, как бы, она, я, говорит, в юности равнялся на Корчегина, и, в общем-то, вот он старался быть похожим на него. Я считаю, что вот это тоже такой факт интересный. Книга, которая сейчас, к сожалению, даже не входит в школьную программу, вот она во многом меняла судьбу людей. Это здорово, прям мурашки похожи. Да, вот он такой вот, он был такой человек, кстати говоря, вот спасибо его дочери, она написала очень хорошее вспоминание о своем отце, очень интересное, полное, такие яркие, и благодаря этому получился хороший материал про него. Юрий Викторович, к сожалению, передача наша подходит к концу, рада видеть была вас в студии, приходите, к нам снова будем ждать. Напомню, это была программа «Актуальное интервью», сегодня у нас в гостях был историк и краевед Юрий Канев, мы говорили о подвиге олено-транспортных батальонов. До новых встреч!